Ольга Хаснудинова Дворец «Спортокристалл» останется без льда. Его начнут растапливать уже завтра. Руководство сообщило, что это отключение компрессоров плановое и предположительно в июле спортсмены уже смогут приступить к тренировкам. Также стало известно, что летний ремонт дворца сделать не смогут из-за отсутствия средств финансирования. Труп новорожденного ребенка обнаружен в канализации. Вчера по вызову Саратов водоканала на улицу Томска 13 в заводском районе приехал наряд милиции. Из-за честных сооружений они достали недоношенного ребенка. Экспертиза показала, что в его смерти криминала нет. 15 литров крови удалось собрать в рамках акции «Зажги свое сердце». В корпоративном донорском марафоне приняли участие 33 человека. В настоящий момент проблема нехватки крови в России по-прежнему актуальна. По статистике в стране всего 11 доноров на 1000 человек. В то время как в Америке этот показатель в 6 раз больше. Польский Саратов водоканал обязал установить счетчики на колодцы. Соответствующие письма уже разосланы всем жителям частного сектора. Они должны в 10-дневный срок перенести приборы учета из домов в колодцы на место врезки трубы. Как сообщает водоканал, это необходимо для того, чтобы люди ухаживали и не забывали про свои колодцы, многие из которых сейчас заброшены и дают утечки. Если жители отказываются переносить счетчик, водоканал предлагает платить за воду на 10% больше. Под амнистию в честь Дня Победы попали два жителя области. На свободу выйдут участники Великой Отечественной войны 930 и 1928 года рождения. Одному из них сократили срок на 4 года, а второму на год. 2500 милиционеров будут охранять саратовцев на майские праздники. Пристальное внимание уделят охране транспорта и объектам жизнеобеспечения. Места массового отдыха проверят на наличие взрывчатых веществ. Депутаты недовольны выбором губернатора. Председатель организации ветеранов боевое братство Сергей Авезниязов был назначен главой комитета общественных связей и национальной политики области. Между тем, новоиспеченный чиновник уже успел отметиться в нескольких громких скандалах. В 2002 году его осудили на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. А также он обвинялся в незаконном хранении и перевозке оружия. В целесообразности назначения Сергея Авезниязова на должность министра усомнились ряд депутатов областной думы. 8 лет в колонии строгого режима за распространение курительных смесей. Такой срок получил житель Балакова. 44-летний безработный продал около 1 грамма смеси, в которой содержалось наркотическое вещество. Его задержали в феврале этого года при попытке продать очередную партию. Мужчина признал свою вину только на суде. Политические гуляния. 1 мая в 9.30 утра партия «Единая Россия» совместно с объединением организаций профсоюзов проведут шествие-мидинг по маршруту проспект Кирова, Московская театральная площадь. Сбор участников на пересечении Кирова и улицы Вольской. Перекроют движение по центральным улицам. В праздничные дни ГУВД города просят отказаться от поездок по следующим маршрутам. 1 и 2 мая будет невозможно проехать по улицам Чапаева, Московская, Горького и Радищева с 9 утра до полудня. С 8 до 10 утра 8 мая по улицам Соколовая и Большая Горная. 9 мая с 10 до 12 перекроют Московскую, Радищева и Горького. А с 12 дня до 11 вечера улицу Мясницкую. 9 мая с 7 до 11 вечера остановят движение по Московской, Горького и Радищева. Запрет на рыбную ловлю с 1 мая по 1 июля разрешено рыбачить исключительно с берега и не более чем двумя крючками. Ограничения связаны с началом массового нереста. Нарушителям придется заплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Браконьеры, захваченные запрещенным орудием лова, будут преследоваться в соответствии с уголовным кодексом. Запрет действует на территории Волгоградского водохранилища в пределах всей области. Профилактика африканской чумы. За прошлый год в области ветеринарные инспекторы совершили более 500 проверок. Свиноводческие фирмы и частные владельцы были оштрафованы на сумму около 55 тысяч рублей за различные нарушения. Правительство просит заводчиков добросовестно соблюдать все правила по содержанию животных в весенний-летний период, так как сейчас риск распространения заболеваний наиболее велик. Передвижная медицинская лаборатория. К пациентам Саратовского района врачи приезжают на дом сами. На весь район только одна больница в поселке Жасминный. Поэтому большинству пожилых людей добраться до нее практически невозможно. Администрация считает это нововведение полезным вкладом в медицину области. Ужесточение борьбы с безбилетниками. Пассажиров будут проверять при посадке во все пригородные поезда и непосредственно в пути следования. На некоторых участках организован перронный контроль. Напомним, билеты необходимо приобретать в кассе до посадки в поезд, либо у разъездных кассиров. Со всех безбилетников за счет штрафы, которые пойдут на ремонт пассажирских платформ, обустройство остановочных пунктов, а также закупку нового подвижного состава. Возросла детская смертность в Саратовской области. За первый квартал умерло 53 ребенка в возрасте до одного года, что почти в два раза выше прошлогоднего уровня. Основная причина смертности – состояние, возникшее в перинатальном периоде и врожденной аномалии. Это были все новости к этому часу. Все самое интересное смотрите на Форпост ТВ.